Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Только что посмотрел свежий ролик ММКрипта, в котором он рассказал, что биткоин готов к прорыву прямо сейчас, на протяжении уже нескольких часов. Но на самом деле я хотел показать вам его не ради этого, а ради того, что будет в конце. Лично меня это поразило и похоже, что скорее всего мы находимся рядом с чем-то очень долгожданным. И мне даже не верится, если честно, хотя все эти годы я в это яростно верил. Но тем не менее, давайте я переведу это видео для вас и буду благодарен за лайк, за максимально оперативный перевод, а ссылка на оригинал будет в описании. Кстати, большое спасибо за вашу поддержку в прошлом видео, больше 2000 лайков, мы действительно самая сплоченная и большая криптосемья на русском крипто-ютубе. Сегодня для цены биткоина, биткоин достиг всех целей, которые я упоминал в последние дни. И вопрос, который все задают прямо сейчас, после всех этих сбывшихся прогнозов, пробьется ли биткоин еще выше до следующей нашей конкретной цели, о которой я расскажу в этом видео. Или же биткоин собирается на коррекцию. В этом видео сегодня я покажу вам на графиках то, что укажет конкретное направление для биткоина. Поэтому я призываю вас досмотреть это видео до конца, потому что у меня есть сумасшедшая информация, о которой я хочу поделиться с вами. Она показывает, что прямо сейчас по модели сток-то-флоу-рейшио биткоин находится точно там, где и должен. И всего через неделю мы переходим в эту зеленую зону, которая подтверждает параболический рост для биткоина. Биткоин сейчас в нескольких мгновениях от перехода в эту зеленую зону. Я скажу вам точно, что это означает и чего нам ожидать от биткоина. Поэтому убедитесь, что вы сидите удобно, вы пролистали страницу вниз, нажали на лайк, подписку, нажмите колокольчик, нажмите все уведомления. И на этом мы переходим к контенту. Начнем с часовых свечей для биткоина. И как вы помните, я давал сигнал для этого двойного прорыва биткоина. Так что все, кто это торговал, получили хорошую прибыль. Как вы видите, пока я записываю это видео, биткоин собирается снова на прорыв. Поговорим об этом. После прорыва здесь, который мы прогнозировали, мы видели один бычий флаг. Прорыв, затем еще один бычий флаг и затем мы снова прорвались. Хорошие новости, что мы закрепились выше 11100 долларов. Это уровень, который, как я говорил, экстремально важен для прорыва. И биткоин прорвался через него. И теперь, похоже, биткоин формирует еще один бычий флаг. Давайте включим объемы. Как видите, это не может быть еще красивее. Я бы хотел видеть объемы повыше, но даже так мы можем видеть, что каждый раз в этих бычьих флагах объемы падали. Обозначаю моменты, когда должен произойти прорыв цены. И то же самое происходит прямо сейчас в этом новом бычьем флаге. Какой же самый вероятный сценарий прямо сейчас? Как всегда я могу сказать вам, в этих бычьих флагах самая большая вероятность прорыва именно вверх. Никогда не знаешь, удивит ли нас биткоин, но мы говорим о статистической возможности. Перед этим в основном бычьи флаги отрабатывали идеально и давали великолепные прибыли и трейды. Если сейчас бычий флаг закончится прорывом вверх, то следующая цель – это рост на высоту флага. Например, предыдущий флаг идеально отработал и цена биткоина выросла на высоту этого флага. Следующей целью будет эта высота, и посмотрите на это, это просто великолепно. Биткоин прорвется уже сегодня, скорее всего. Однако, ребята, мы можем пойти и вниз, поэтому будьте готовы. Если у вас есть трейд, то лучше бы вам зафиксировать прибыли. Так что, что бы ни случилось, вы все равно останетесь с прибылью. Поэтому, если вы не можете позволить себе терять, фиксируйтесь, не будьте слишком жадными. Но если биткоин все-таки прорвется, посмотрите на эту цель. 11 760 долларов, потому что, если мы немного расширим картинку, то увидим этот симметричный треугольник, который формировался уже несколько недель. Если мы возьмем его высоту и приставим ее к точке прорыва, то посмотрите на это. Сюрприз, сюрприз. Этот уровень абсолютно совпадает с целью прорыва нового бычьего флага. Давайте я перейду на 4-х часовые свечи. Здесь все становится еще более мозговзрывающим. То, что мы здесь видим, и о чем я говорил несколько дней назад, в случае, если мы прорвемся вверх к этой цели, то посмотрите, эта цель находится как раз в диапазоне, в котором биткоин долгое время торговался, вот здесь в июле и в августе. Поэтому резонно будет ожидать некоторое сопротивление на этом уровне. И в случае прорыва биткоина вверх, я буду фиксировать свою прибыль именно здесь. Вот о чем я еще хочу поговорить с вами. Вы точно знаете эту модель Stock to Flow. Независимо от того, согласны ли вы с ней или нет, вам придется принять то, что, судя по ней, биткоин находится точно там, где и должен быть. Здесь мы видим, что биткоин следует этим этапам. Внизу мы видим цветной градиент, показывающий, как далеко от следующего халвинга находится цена биткоина. Когда график синий, мы находимся в 1400 днях от халвинга. А когда красный, то мы находимся прямо в халвинге. Эти вертикальные линии здесь – это халвинги биткоина. И как вы видите, каждый раз после халвинга график синий, а затем зеленеет. И в этой зеленой зоне цена биткоина переходит в параболический рост. Когда заканчивается зеленая фаза, биткоин достигает исторического пика. То же самое происходило в 2017 году, когда закончилась зеленая зона, а цена биткоина была на историческом пике. Но самое важное, что синий график – это была зона, где фактически цена консолидировалась. То есть мы выбрасывали с рынка слабые руки, которым было скучно после халвинга. Затем мы перешли в зеленую зону, и цена биткоина стала просто параболической. А теперь посмотрите, где мы находимся прямо сейчас. Синий график прямо сейчас начинает зеленеть. Через некоторое время эти точки будут полностью зелеными. Судя по истории, это будет момент, когда биткоин начнет параболический рост. Вы скажете, история не индикатор для будущего, и это правда. Но история – это все, что у нас есть. Кроме того, биткоин до этого во всех стадиях повторял это поведение. Поэтому на основе этого можно предположить, что он повторит это и в будущем. Ребята, вот эта вторая часть видео мне показалась очень интересной, поэтому я решил с вами ею поделиться. На этом все, я готовлю большое видео на завтра, минут на 17. Оно должно было выйти сегодня, но сегодня у меня приключился форс-мажор. Ну вы знаете, о чем я, поэтому мои планы немного сбились. А меня зовут Богатейши Ди, подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok